Тест номер 5, раздел 9, страница 679. Решим несколько задач. Первая. Если 6 из 10 машин на конвейере окрашены в красный цвет, тогда какова вероятность, что случайно выбранная машина окажется красной? 6 машин из 10 — красные. Значит, если я случайно выберу одну, то мой шанс выбрать красную будет равен 6 из 10. Среди вариантов ответа нет числа 0,6, но мы можем сократить дробь. Разделим числитель и знаменатель на 2, получим 3,5. Это всего лишь упражнение на сокращение и преобразование дробей. И ничего особенного. Наш ответ — b. Вторая задача. Мне надо нарисовать диаграмму. Дан треугольник. Я постараюсь изо всех сил. Из этой вершины опустим высоту. Вот так. Что еще в условии? Этот угол обозначен буквой W. Это x, y, z. И тут также сказано. Внимание, масштаб этого рисунка искажен. Отрезок АВ равен отрезку ВС. Да, надо проставить вершины. АВС и D. Тут сказано, что отрезок АВ равен отрезку ВС. У нас в голове должен тут же сработать щелчок. Если две стороны треугольника равны, что нам это говорит об углах им соответствующих? Эти углы будут равны между собой. Если две эти стороны равны, то и те два угла тоже. У вас тут же должен сработать щелчок в голове, ведь теперь мы знаем, что W равно Z. Что еще нам дано? ВD. Вот она делит пополам отрезок АС. То есть, WD пересекает этот отрезок прямо посередине. Это значит, что расстояние от А до D равно расстоянию от D до С. Что из следующего не может быть доказано? Что W равно x. Правда ведь? Сходу даже не предположу, как я могу это доказать. Давайте посмотрим на другие варианты ответов. W равен Z. Это уже доказано. Это вариант В. Вариант В, W равен Z. Он нам не подходит. Вариант С. Х равен у. Вот такой вариант. Вообще-то мы можем это доказать. А как? Поскольку отрезок WD делит эту прямую пополам, это углы при основании равнобедренного треугольника. Хотя он и не выглядит так у меня на рисунке. Этот треугольник равнобедренный. Возможно, мне стоило нарисовать его получше. Откуда мне известно, что он равнобедренный? Эта сторона равна этой. Этот угол равен этому. И эта сторона равна этой стороне. И, конечно же, эта сторона равна этой. И вообще-то мы можем также сказать, что этот угол равен 90 градусам. Потому что, если бы это было иначе, отрезок не делил бы основание пополам. Вариант С тоже не подходит. Мы можем доказать, что х равен у. Вариант D. AD равно DC. Вообще-то нам это дано в условии. Тоже неподходящий ответ. Вариант E. DB перпендикулярна С. Я только что сказал, что этот треугольник является равнобедренным. Раз он равнобедренный, BD может делить основание треугольника пополам. Только если является еще и перпендикуляром. Поэтому мы можем вытеркнуть E. Отсюда получаем, что наш ответ A. Мы бы никак не смогли это выяснить. Попробуем поразмышлять. Мы могли бы сделать эту точку, точнее длину этого отрезка, отрезка BD, произвольной. Так как в условии ничего об этом не сказано. То есть наш треугольник мог выглядеть так, мог выглядеть так, по той информации, что у нас есть. От этого зависит размер углов. Поэтому мы не можем точно определить, чему они будут равны. Следующая задача. Задача номер 3. Поменяю цвет. Итак, что нам дано? Если 30% от M равно 40, то есть 30 х, тогда чему равны 15% от M, то есть 15 сотых M? Мы можем решить это, разделив обе части на 0,3 и так далее. Но тут главное понять, что 15% или 0,15 – это половина от 0,3. И если 15% от половины от 0,3 или 30%, тогда 15% от M – половина того, чему равна 30%. Получаем 20. Вы могли решить иначе, если мой вариант не вполне очевиден. Умножим верхнее уравнение на 1,2. Тогда мы получаем 15 сотых M равно 20. И это вариант B. Задача номер 4. Если N – это любое отрицательное число, N меньше 0, тогда значение какого из следующих выражений должно быть положительным? Я сразу могу вам сказать, что есть всего два способа сделать отрицательное число положительным – возвести его в квадрат или умножить на другое отрицательное число. Поэтому давайте посмотрим. Взглянем на представленные варианты ответов. Я сразу могу сказать, что N пополам – это точно будет отрицательное число. В варианте B мы точно получим отрицательное число, умножаем его на положительное. В C мы просто прибавляем другое число, значит, мы до сих пор можем получить отрицательное, если, к примеру, N равно минус 10. В d просто вычитаем из n, а значит, сделаем это число еще более отрицательным. e 2 минус n, значение этого выражения точно будет положительным. Почему? Давайте распишем это выражение, чтобы это понять. Допустим, n равно минус p, где p — некое положительное число. Любое отрицательное число можно так представить. Тогда 2 минус n равно 2 минус… минус p, то есть 2 плюс p. И мы сказали, что p — это положительное число. Вот и все. Поэтому ответ на задачу номер 4 — это точно вариант e. Вы могли бы попробовать это с числами. Попробуйте это с числом n, равным минус 10. Думаю, что у вас все получится. Следующая задача номер 5. Соотношение 1,2 к 1 равно какому из следующих соотношений? Итак, нам дано несколько вариантов. 1,2 к 1 — это немного больше, чем 1 к 1. Мы могли бы взять 1 к 2. Это бессмысленно, так как 1 гораздо меньше 2. 12 к 1. 12 — это 12 умножить на 1, а не 1,2 умножить на 1. Значит, мы просто ищем такое соотношение, в котором первое число равно 1,2 умножить на второе. 5 к 6 — это вариант c. Нам не подходит, так как 5 меньше 6. Вариант d — 6 к 5. Думаю, мы нашли ответ, так как 6 лишь немного больше 5. Если вы хотите убедиться, почему не разделить числитель и знаменатель на 5, сколько раз 5 укладывается в 6? Получаем 1. Теперь сколько будет 10 разделить на 5? 2. 6 разделить на 5 будет равно 1,2. Поэтому ответ — это 6 к 5. Следующая задача. Давайте посмотрим, хватит ли времени. Очистим экран. Легенда определенной пиктограммы показывает, что этот значок равен 5-ти миллионам новых домов. Приблизительно сколько новых домов представлено значками? Тут нарисовано 3,5 штуки. 1,2,3. И еще половинка дома. Это половина дома, вот здесь. Эти 3 дома равны чему? Это 3 умножить на 5, что равняется 15-ти миллионам домов. И затем это половинка дома. Я постарался нарисовать, как это выглядит на пиктограмме. Чему равна половина дома? 2,5 миллионам домов. Это всего лишь половина от 5 миллионов. Значит, это будет 15 миллионов плюс 2,5. И это 17,5 миллионов домов. Вариант D. Вы, возможно, хотели сказать, что это означает половина миллиона домов, но помните, это половина от картинки. И одна такая картинка — 5 миллионов домов. Значит, это будет 2 целых и 1 вторая. До встречи в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok